В Курчатове вновь говорили о возведении станции замещения, а именно об организации закупок для предстоящей стройки века. Здесь прошел форум поставщиков «Атомекс.Регион-2013». Его формат уникален, открытая дискуссия бизнеса и потенциального заказчика. Организатор госкорпорации «Росатом» при поддержке администрации области. Для того, чтобы стать поставщиком, нужно понимать те условия, требования, регламенты, которые существуют, которые утверждены и описаны соответствующими стандартами «Росатома». И наши поставщики должны вначале подготовиться и быть способны выполнить эти объемы работы. Мы в закупочных документациях прописываем так называемые отборочные критерии. То есть участник, если хочет получить контракт, он должен, во-первых, иметь опыт выполнения аналогичных работ, он должен обладать всеми необходимыми лицензиями, разрешительными документами. Его положение должно быть финансово устойчиво и так далее. Цель максимально задействовать местных производителей. Главное условие, поставляемые товары и услуги должны быть на уровне. Соответствовать единому отраслевому стандарту госкорпорации. Ежегодный объем закупок для КС в среднем превышает 10 миллиардов рублей. А это порядка 1200 закупочных процедур. Столь высокий показатель сохраняется на протяжении последних трех лет. Задача здесь, сегодняшней нашей конференции, чтобы люди познакомились, то есть на личном контакте увидели взаимовыгодность наших сегодняшних отношений, чтобы это привело к главному, для чего мы собираем здесь людей, чтобы они познакомились, смогли работать, работать хорошо, качественно на благо нашей Родины. Открытые торги позволяют развивать здоровую конкуренцию. Как следствие, экономия для Курской АЭС в прошлом году удалось сберечь более полумиллиарда рублей, около 5% от общей стоимости всех закупочных операций. В 2013 экономии уже почти 570 миллионов рублей и 8% соответственно. Практически все закупки сейчас в Русатоме проводятся открытыми, за исключением, может быть, гособоронзаказа. Соответственно, вся информация о закупках публикуется на сайтах Русатом и закупке ГОФРУ. Большинство закупок проводятся на электронной торговой площадке. Также в Госкомпорации работает Центральный арбитражный комитет, это в части борьбы с коррупцией, в которой любой участник может подать жалобу, если он считает, что его интересы ущемлены. Сейчас мы вводим систему аттестации производителя оборудования или аттестации производств. Значит, это аттестация, которую мы готовы выполнять за наш счет для того, чтобы и посмотреть предприятие, и помочь ему построить работу таким образом, чтобы соответствовать нашим строгим и жестким требованиям по качеству поставляемого оборудования. За 9 месяцев этого года более 70 курских предприятий приняли участие в госзакупках концерна. Доля регионального бизнеса примерно 10% от всех экономических операций. Это, прежде всего, подготовка кадров вот здесь, на нашей земле. И товары, услуги, продукция промышленная, пищевая, ремонт, инструкционные нужды – это то, что мы все вместе сегодня делаем. Примерно 4 миллиарда сегодня объем, ежегодный объем работ, который работает по предприятиям Курской области. Во всех сферах мы сотрудничаем с нашими предприятиями, которые поставляют нам, вот, главное – это кадровые ресурсы для выполнения всех работ. Атомщики намерены увеличить объем участия курского бизнеса в закупках почти в два раза к 2015 году. Именно тогда планируют приступить к строительству станций, замещения и инфраструктуры. Я полагаю, предприятия иных регионов, аналогичные нашим предприятиям, я думаю, что будут в менее выгодных условиях по сравнению с нашими. Но все зависит еще и от активности и целенаправленности наших руководителей. Объемы большие, период работы тоже достаточно серьезный, поэтому, если так получится, они войдут в реестр поставщиков и организации, выполняющих заказы на атомной станции, это хорошая перспектива для предприятий на достаточно продолжительный период времени. Не у всех потенциальных участников есть уже опыт поставок, и всегда надо с чего-то начинать, получать какой-то опыт, понимая, что поставки на российские станции, оборудование, материалы, работу, услуг, они могут впоследствии позволить поставлять однотипное или аналогичное оборудование уже и на те проекты по сооружению атомных станций, которые Росатом осуществляет за рубежом. Участники форума подчеркнули, объем инвестиций на 15 лет составит почти полтриллиона рублей. Для строительства объекта потребуется около 7 тысяч специалистов. Будут востребованы как товары, так и услуги строительного комплекса, обрабатывающие отрасли области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин